Всем привет, дамы и господа, с вами Крестоносец, и сегодня мы продолжаем прохождение игры For Honor. Четвертый эпизод, зима в Алькинхейме. Поехали. Уровень сложности ставим максимальный, реалистичный, максимальный опыт, максимальные трудности. Послушаем историю и стартуем. Пришло время показать викингам их истинную сущность. Мы нанесем удар в самом сердце их земель. Но сначала надо было пройти горный перевал. Командиром я назначила Холдена Кросса. То есть мы здесь будем играть уже за другого героя, Юстициарий. Холден Кросс, правая рука. Аполлеон ведет армию на штурм Алькинхейма. Почти все объекты я здесь обнаружил, разрушенные объекты, как бы все нашел. Но вот все-таки не смог найти, где же они тут запрятали еще один объект для исследования. Всего, кстати, в кампании рыцарей будет 6 эпизодов. Я так понимаю, что 6 эпизодов будет в кампании за викингов, ну и 6 эпизодов в кампании за самураев. Кампанию за самураев и за викингов я не играл, но по сути это кампания одна. Просто она разделена на 3 головы, на 3 таких больших эпизода, которые сюжетно друг с другом должны быть связаны. Будет интересно и будет непросто. Ничего я менять здесь не стануло. Среди перков второе дыхание вполне устраивает и кремень. Так что давайте выходим на штурм. В Илькинхейме уже начались снегопады. Ну а страж будет нашим верным оруженосцем и помощником. В этой миссии. Засада. На это мы рассчитывали. Засада. НАПРЯЖЕН. ВЫСТРЕЛЫ. Засада. 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 Вот эти парни со щитами, конечно, бесят неимоверно. У них не всегда поймешь, с какой стороны идет атака. Он еще живой! Посмотрите, свалился с моста и все еще живой был. Викинги – древний народ, который покинул эти места на несколько сотен лет. В этом легко убедиться, лишь раз взглянув на их крепости, построенные так давно. Давайте осмотримся. Послушаем информацию. Многие из моих людей боятся идолов. Но меня не пугают демоны врагов. Я сама стану для них демоном. Так, хорошо, если так. Так, ребята, вы там с кем сражаетесь? О, крутой чувак. Один из командиров. Да, зараза, эти лучники сбивают. Сзади-то можешь с ними разобраться или нет, товарищи? Помогли бы. Союзнички. С жопы настреливают он сверху и просто сбивают стойку. В эту игру все-таки надо играть с джойстиком, потому что здесь вот малейшее движение мыши и стойка сбивается, а так нет вот этого щита, который в мультиплеере присутствует и на более низких сложностях. Я не всегда понимаю, в какой стойке он стоит. Здесь доли секунды решают. Куда бы мы ни пришли, всюду видим, как рушится мирная жизнь. Так называемая цивилизация держится на честном слове и гибнет. Цивилизация всегда гибнет. Каждый из времен казалось бы, что будет последним, но она всегда выживала. Так, понятно. Давай с тобой персонажную схватку тогда устроим. Раш, ты, может быть, тоже примешь? Хоть навлекательное изделие. Часть. Удар не блокируется. Вот и пошли вражеские катапульты работать. Парирование. Чтобы парировать атаку, нанесите мощный удар в соответствующем направлении, нажав правую кнопку мыши. Дождитесь, когда будет подсвечен значок атаки. Да, он будет подсвечен, только на более низкой сложности, о чем я и говорю. Здесь вот это вот парирование должно быть интуитивным на максимальном уровне сложности, потому что у нас нет щита, и удар противника не подсвечивается. И не видно, с какой стороны он бьет. Если у обычных викингов, да, понятно, что они там слева, справа, свой топор держат. То вот у мужиков со щитами они бьют скрытой атакой, как бы, ну, через себя, либо с разворота. То есть не всегда понятно, с какой он стороны будет бить. Очень быстро меняет положение мяча. А вот у кросса, его здоровенный алибарда, довольно долго перекидывается. Если ты там на самом деле, едешь, парень? Давай, мы тебя бросим. Брось с дороги! Дикари. Следовало уничтожить катапульты. Мужик сзади, походу, улетел вместе с мостом, просто нам не показать. Противников можно оспихивать, то есть они падают и уже не возвращаются. Ну, соответственно, в таких доспехах тяжеленных и они быстро тонут. Холодно. Граната. О-о-о, тихо-тихо-тихо-тихо. Такой снаряд от катапульта попадет, то считается, что... В горах викинги установили сигнальные костры и горные. У нас не было шансов дойти до Валькенхейма незамеченными, поэтому я решила не скрываться. Мы уже видим, нас заметят. В общем, если один снаряд от баллист, от катапульта попадет, то у нас пол хп улетит. Как минимум. Я рисковал, но иного пути не было. Ну, вот здесь лед может провалиться. Предельно внимательными тактят, он уже провалится. Не купайся. Нам надо уничтожить два расчета катапульта. Начальник, так сказать, расчета. С тобой разберемся, парень, давай, иди сюда. Так, тоже неблокируемый удар был. Керц знает, с какой стороны он именно лупит. Еще удары быстрые. Я уже молчу об убийцах. Вот у них там удары, это реально. Красные. Лохни ты, что ли. Лохни ты, что ли. Честно говоря, вот юси царь, он не впечатляет. Да, сильные удары, но довольно уязвим для более быстрых противников и героев с хорошей обороной, со щитами. Мультиплеер с царей насасывают. Сколько в путь. От убийц они даже не успевают. Вот представляете, избавительница, допустим, у рыцарей, она бьет быстрее, чем он. Он как бы не измудрялся играть только через блок, но ее удары настолько быстрые, что блок он не успевает ставить. И она его просто вот выносит. Он не может по ней нанести удар, а она его забивает вот с одной полоски выносливости. Охрененный баланс. Да и, собственно говоря, тот же страж. Если делать серии атак, он спокойно с царем разбирается. Такой довольно спорный юнит, но у него и базовая сложность. Опа, нам сейчас весь удар развалят. Высокая. Саран, поставил же блок. Саран, терема. Вроде верхний блок стоит и при этом спокойно пробивает. Ну, может быть, опять же, я говорю, очень чувствительная мышь и соскакивает в последний момент. Тут буквально на полмиллиметра по коврику сдвинешь и уже он меняет положение этого своего блока. А вот сейчас вот будет очень такой серьезный момент. Специально здесь бегаю, надо восстановить хп. Момент будет крайне серьезный. Здесь будет командир второго расчета и вот он представляет угрозу определенную так бы за минимум. Безусловно. Парирование. Это правда. Фу, сильнее. Вначале он бьет только с одной стороны, имеется в виду, он бьет слева. Пока все легко, а вот дальше, правда, его удар очень мощный. Несколько попаданий он вас убьет, на реализу. он начинается за пары. Иди сюда. Не пробьешь. Вот пошло дело. Сейчас будет очень непросто, его надо сбросить, иначе он просто не галебет. Топись! А да, хер там. Проваливается, надеюсь, он провалится. Мне подсказывает, что он успеет убежать, и он успевает таки убежать. если дать ему провести серию атак. Ты меня сейчас еще сам-то не сбросил. Он нас завалит. Давай, давай, давай! Оп! И купаться. До свидания. Я должен добраться до своих. Фух! Вот это жесткий паренек. Я говорю, что вторую серию атак он проводит уже рандомно, то есть он бьет со всех сторон, да еще и вас пытается оглушить. Два вида ударов для оглушения есть. Что у нас с катапультой? Катапульт уже развалилась. Здесь, в принципе, не обязательно уничтожать само оборудование, главное расчет. Бить. Ну что логично, и стрелять она уже не будет. шины. Шины. Отбивайте их, если будете проходить. Чок стоит. С ним и разберемся. Довольно легко. И вот он отправляется навстречу к Нептуну. Мы к этому готовились. Может мне поставить стражей командовать войском? Иди. Меня зовут Аполеон. Когда-то я была стражем, но многое изменилось. Теперь я восьмой и единственный выживший полководец Легиона Черного Камня. Со мной в этих землях наступит новая эра. Надеется. Валькенхейм. Родина захватчиков, что зовут себя викингами. Последний раз рыцари вторглись в эту великую долину сорок лет назад. Валькенхейм. Не понял, почему я не закончил фразу. Валькенхейм. Родина захватчиков, что зовут себя викингами. Последний раз рыцари вторглись в эту великую долину сорок лет назад. Теперь, чтобы не случилось, наш подвиг не будет забыт. Да, ты еще договаривал бы до конца. викинги приплывали каждый год, сколько я себя помню. Они разграбили и сожгли мою деревню. Затем сотни других. Теперь они заплатят за все. Сейчас мы только попадем внутрь крепости и за все заплатим. вот дрянь. Проклонный был агрегат. Интересно, у них лестницы. На самом деле, таких, конечно, не существовало. Это псевдоисторическая реальность для тех, кто еще не понял. Викинги давят числом. Мы с помощью орудий. и викинги никогда не воевали с рыцарями прайами. Они жили в разъеку. Еще один командир стоит. И опять этот герс ощутил. КОНЕЦ С mamy в в связи у с С П Субтитры делал DimaTorzok 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 Попробуем DimaTorzok 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 DimaTorzok